Наше поколение молодое любило Приморский край, чтобы не уезжало, не сбегало куда-то. Представляя свои проекты, финалисты конкурса «Молодежная инициатива» не скрывали волнения. Многие из них впервые выступали на публике, к тому же на презентацию отводилось всего 5 минут. Однако участникам удалось интересно представить свои проекты за короткий промежуток времени и достойно ответить на все вопросы членов жюри. Проект направлен на обучение детей велоремонту. Он был сформирован с той идеей, что некоторые школы отказались от уроков труда, ну и привлечь детей, хоть чем-то заниматься. Ну я думаю, это будет им очень интересно. Ну и велосипед – это та вещь, которая была и у всех, и мало кто знает, как его ремонтировать. Именно поэтому мы сформировали этот проект. Конкурс «Молодежная инициатива» – это возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет реализовать свой проект во Владивостоке с пользой для горожан. Задачу провести конкурс, направленный на поддержку творческой молодежи, поставил глава Владивостока Игорь Пушкарев. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшие из лучших проекты. У нас был первый этап, когда мы осуществляли очную защиту проектов. В этом году было их около 40. Сегодня у нас презентовалась 20-ка, и из этих 20 проектов у нас 5 получат финансовую поддержку из бюджета администрации города Владивостока. Победил проект Григория Наумова «Экстрим-фестиваль мосты». Он стал крупнейшим фестивалем экстремальных дисциплин на Дальнем Востоке в 2017 году. Еще один финалист – Максим Русанов и его документальный фильм о трикинге. Вошел в пятерку лидеров и Вадим Чернов с уроками велотруда. Реализовать идеи молодежи помогут денежные гранты – 60 тысяч рублей. Анна Бережная, Новости на Восьмом.